Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Настя Зебрайн, и мы вместе с вами продолжаем играть в Атилу Таталур, Заютов на Легенде, с захватом портовых городов и с войной с соседями. Итак, мы с вами продолжаем прессовать саксов. Остается у них уже тем временем всего-навсего три провинции, и уже, как бы, они такие крупные стэки, как формировали, собрать себе вряд ли смогут. А если и смогут, то потребуется на это очень много времени, а у нас уже, как бы, армий достаточно много, чтобы, наконец-таки, их додавить. Плюс, сейчас мы опять войдем в войну с западными сепаратистами, опять нас достают, пытаются спамить, но пока мы их сдерживаем, и, если плывут, разбиваем на подходе. Сегодня у нас начнется, скорее всего, продвижение по захвату территории в Африке. Сегодня мы продвигаемся в Триполитанию, уничтожаем потихонечку гаромантов и всяких, опять же, римских сепаратистов. У нас тут, наконец-таки, отстроился город, очень-очень много времени понадобилось, конечно, чтобы все это отгрохать, но, в принципе, порядок в провинции есть. Давайте еще посмотрим сейчас, выводя, у нас четыре порядка остается, у нас здесь стоит агентик, все вроде бы неплохо, поэтому на следующий ход начинаем с захваты. А там посмотрим вообще, как мы начнем эти захваты. Есть вариант сейчас пока забить на вот этот город, пойти вот эти вот пустынные провинции поразносить им, две, а потом уже к морю пойти, то есть вот так вот сделать. Ну, сейчас еще решим. Так, ход, ход прожимаем, губернатор, губернатор, напишу снижение коррупции. С пищей здесь все окей. Да, можно, кстати, отстроить малый город. Сакс и саботаж командования. В Испании у нас неминуемое восстание и назначение должностей, да, у нас пошло. И смерть на службе. Не помню, кто только это. А, понял. А он действительно умер, да? А, полит... Солочь. Политическое убийство. Да, политическое убийство. Но это не мой член семьи, да, был. Ну, все равно неприятно. Так, тут у нас сыновья подрастают. Дочь. Жалко, военачальника, конечно, было потерять. Давай раздадим тогда ему бонусы. Отвергнутый богохульник. Так, авторитет как полководец. Авторитет как флотоводец. Давай авторитет как полководец. Выдадим ему как полководцу. Что еще есть? Стоимость найма наемников. Стоимость содержания для наемников. Стоимость содержания, опять же, наемников. Шанс обнаружения на карте. Компания. Боевой дух. Так, ничего... Боевой дух на своей лесосоюзной земле. Шанс на успех вражеского агента. Давайте пока поставим. Пускай. И сюда, я думаю, мы сейчас пока временно поставим перемещение. Дальность перемещения на 10%. Но мне сейчас пригодится. Потому что мы... Будем перемещаться. Очень много здесь, да? Так, гараманты тут собрали армии. Так, ну мне сюда надо идти. Мне два хода понадобятся, да? А если я вот сюда, вот смотри, к азису, да? Я так понимаю, в азисе... Возле азисов у нас нет ни боевых потерь. Или бы это просто потому, что наш регион. Ну вот сюда перемещаемся. Отсюда нам понадобится... Сколько ходов? Один, да? Ну вот отсюда мы потом стартанем в цедам. Его надо будет разрушить. Вернуться обратно к себе. Немножко восстановиться. А потом туда может... С обрату... Ну ладно, посмотрим на самом деле. Тут гарнизон мы не видим. В принципе, я думаю, если мы тут пойдем дальше по... По дороге, то сможем избежать потерь. И продвинуться уже к столице гарамантов. Так, тем временем, что у нас происходит здесь? Саксы активно, смотрю, набирают свои армии. Пытаются тормозить нас агентами, да? О, смотри, они у нас что сделали. А как вы смогли взять город и при этом восстановиться? Вы малость не херили? У меня вот такой вот вопрос к вам. Я, ладно, пока откажусь от того города. Как они так смогли сесть, не понеся потерь? Это что-то новенькое, если честно. Ну, город у них заруинен будет, понятное дело. Смотрим вообще, что там за город. Там, по идее, у них будет большая дизмораль. Ну, как-то вы читер на малость. Так, режим налет. Потом здесь корабль. Я переправляю пока в Адрумент. Пускай здесь стоит, да? Тут, что мы делаем? Пока сидим, наверное. Немножко поднанялся. Здесь тоже у нас идет найм сейчас. Еще отрядиков склепаем. Так, повышение. А там у вас гарнизон как? А, там у них гарнизончик слабый. Может, и дай эту армию повесить и взять наверх? Ля, чё, что сюда пошел? Зря. Я думал, сюда пойдет. Ну, два хода ему понадобится. Гарнизона там нема. То есть, мы успеем, в принципе, дойти до города, до того, как они перестроят свой замок. Хорошо, так и делаем, значит. Потом, 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 потом агентиков. Где наш шпион? Еще один. Перетаскиваем сюда. Поактивней. Этого можно, в принципе, перебросить, пока взять сюда будет. Пускай тут стоит. Армия у нас на следующий ход. Это будет тоже укомплектовано. Она, в принципе, практически уже восстановится. Здесь, вроде бы, все понятно. Эти, наконец-таки, отсюда решили уплыть. Что у нас здесь сейчас? Беда с едой, да? Блин. Беда с едой. Ну, тогда разрушаем город на уровень. Потому что мы не потянем иначе. Если мы сейчас город разрушим, то у нас будет все. Здесь порядок хороший. Проблем у нас здесь не будет. Если мы эту постройку разнесем. Так, по экономике. Что мы можем сейчас еще отгрохать? Отгрохать. Это у нас военный, торговый, торговый. 4300 доход. 5400. Загрязнение, в принципе. Да, можно построить порт. Дополнительный. И здесь тоже порт построим. Так, восстание все-таки произошло у нас. Проповедь конца света. Мы все равно дойдем до Бракара. Тебе меня не остановить. Думал, Испания вылазку сделает. Но нет. К сожалению. Не сделал ли они вылазку? Ну ладно, мы сейчас тогда их будем уже добивать. общественный порядок в провинции. Плюс 5. Жалко такую штуковину. Нельзя жрецу поставить, да? У нас тут плюс 3. Шикардос. Плюс 6. Восстанавливаем. Порядочек. Так, здесь армия у нас уже практически собрана. Если мы сюда выдвинемся, нам сколько понадобится времени дойти до города? Два хода. Плюс могут всякие вражеские агенты нас доставать, да? Начать. А если мы попробуем по морю поплыть, то мы до Алиспа с вами будем идти. Пойди. Ну так же два хода. Плюс никакие агенты нам не смогут помешать дойти до поселения. И мы здесь высадимся, да? Так, у тебя повышение. Давай, ладно, тебе тогда выдадим эту плюшенцию. Так, потом здесь я хотел еще один порт поставить на строительство. Здесь тоже порт поставим на строительство. Сейчас экономику еще подтянем. Так, до цедама мы доходим, там никого нету в цедаме. Отличненько, город. Разрушаем. Так, повышение. Все, одних сепартистов мы убрали, да? Еще одни, еще вот эти вот... А, понимаете, мы их не убрали. У них как бы... Есть армия, да? Вот это вот. Которые будут лазить. Это что, вражеские грузовые суда? Ну, их бы флотом попробовать перехватить, в идеале взять. И все будет тогда зашибись. Так, в Испании нам надо разобраться тогда с мятежом сразу, да? Там, кстати, еще и с анагром большим. Вот бы захватить его тоже. Было бы неплохо. Ну? Скажи, что взяли. Нет, не взяли. Так, укомплектовываем пока эту армию тоже. На фулу, да? Пехота кава. У меня план еще Бурдегалу захватить. План на Бурдегалу пойти. Так, ну что, давай тогда что, Испанию добьем? Раз они на вылазку не выходят, думал, может, все-таки мы их сможем оттуда вытащить. Но нет, ребятки отказываются. Поехали. Вот у них там какие штрафы. Боевый дух минус 18, ближний бой минус 18, защита в ближнем бою минус 18. Неслабо, да так? Мне кажется, если мы лучниками подойдем, врубим пламенный с свистящим выстрелом, они просто разбегутся все. Жаль, не посмотрите, какой у них там боевой дух. Ты можешь начинать лупить. Дозорные заметили врага. Пламенный. Свистящий. Хорошо, зашел. Сразу 34 человека убили. потрясены потрясены от 100 процентов мы их наверно можно разогнать просто взять но где свистящий выстрел болен чему свистящего выстрела не было плохо что стреляют не одновременно вопа запаниковали и сразу побежали давай отряд кого сюда иначе нас там просто будут выжидать так арта прям к нам залетела на надеюсь на то что мы сейчас конечно вот этими выстрелами еще и своих дизморалем параллельно ну арбалеты были неплохо работают так или иначе конечно снимают дофига тяжелых воинов наших ой блин он тщательно поля красиво ворвались как всегда в своем репертуаре честно для таких тяжелых бойцов конечно очень большие потери идут мне кажется чересчур давай военачальника заберем для тяжелой пехоты чересчур так 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 давай арбалечков забираем но и стрелку потрубаем наверно хватит не набили копеечков еще один боец и арта отрубись ну все равно для таких штрафов они достаточно долго держались победа все испания уничтожена но и а а а а а всего минус один враг да ну по идее в принципе если мы если все по плану пойдет то саксом осталось-то два хода жить тоже так чтобы надеяться что все по плану и пойдет у нас пока разведочку тут сколько их ни хрена себе фига себе тут вас могут живо друмен до ворваться запросто могут могут так чё давай тогда осадных либурн возьмем 4 штуки бы мог с моря топить будет достаточно эффективно кстати опять восстание испанцы на этот раз новая на горном есть у вас британия лангобарды война и лире лангобарды война я там баллиста у них тераболист ранее нам не нужно а сейчас вот именно она нам упадет на небось потери большие так минус город у нас есть хоть да есть анагар отлично отлично кого потеряли на 6000 разорим их вот так теперь ты высаживаешься а здесь я так полагаю придется битву развернуть да но есть придется битву развернуть потом мне надо чтоб вот этот отряд старался никуда не убежать у меня не его мало тут задержать как можно дольше не давать ему никуда свалить чтобы его мог добить потом так давай наблюдаем пока сидя на здесь и пускай сидят еще два отряде к возьмем так эти камня подплыли от чего тут ну типа город приглянулся и мой так мне надо на но выйти на дорогу выйти на дорогу и дальше по дороге идти все равно потери идут кстати все равно есть потери странно очень очень-очень странно забреда им на самом деле в неизвестность мы чему мы идем то по дороге или все равно все таки потери истики не помню до конца надеюсь что мы гарнизон в принципе гарнизоны не сильные вот такой гарнизон там флота тем более у них не будет плюс войска не особо не обучали то есть я думаю что тут такой же гарнизон будет но может конечно только если нам подгадят если там они армию поставить там один ход нам идти до них всего-навсего осталось так потом с этой армии куда мы ее наверно назад возвращаем опа здравствуйте каким здесь образом очутились мы сможем подстраховать стек не сможем не касание не нападут хотя кто знает но даже если не нападут пойдем и отступим они нас не достанут они нас не достанут так давай по застройки смотрим что у нас тут еще интересует в аяксе город сейчас отстроится порт я порт пока строить не буду может есть на вот эти вот города третий сделать подожди 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 так 7 7 здесь у нас ни в чем не нуждается до поселения так вот здесь санитарию поставим ну здесь мы почти все на максимум застроили ну кстати перестали лазить да уже тут ребятки уже не достают нас так о кстати лангобарды чё забросили поселение свавили их уничтожили просто хо они ордой решили полазить прикольно прикольно они придумали ордой пошастать можно в принципе пойти от гатискан за вот этот портовое поселение она находится в безопасности нас там никто доставать не будет ему можно пойти занять потихонечку застраивать его поставим здесь нашу колонию порядок 3 остается нормально замечательно так повышение держи снижение содержания сначала выходим и давайте тогда штурманем алиспа раз нам говорят что можем проиграть битву а если мы подтянем подожди если мы флот подтянем лень на самом деле разыгрывать я такую что авто расчете мы прожал бы чтоб всем было зашибись а ну вот давай так вот я что может быть лишние потери будут из-за этого в принципе небольшие потери достаточно за один ход мы восстановимся тем более что я поселение это пока что займу как временный оплот на чтобы взять потом вот этот город временно мы его поддержим а может быть или замут мы его и застроим даже узнает тут в принципе на порядок у них смотри есть построечка тут поля есть в идеале сюда санитарию поставить только если он сможет да и гарнизон кстати очень даже не слабенький если он сможет выдержать порядок восстание здесь не будет если то я даже может быть и оставлю это поселение пограбить можем понять не можем не можем пока у них единственное то что вражеский флот то есть у них вот это вот армия осталось ее надо будет удержать либо в идеале чтобы она в город села чтобы и убить чтобы они во рту просто не пересели они начали лазить как цыгане по всему миру так 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 губернатор богатство снижение коррупции ну да я так и знал что они на вас нападут будем так 5 нападения дезинформация была чуть не дошли блин так а здесь никто не никого нет так там небольшая армия в городе у них а ну да там все даже горизонт меньше чем в портовом городе плохо упущена возможность успех 50 процентов тоже да странно ну карнизоны да конечно они по застраивали неплохо города саксы в свое время так эту армию возвращаем обратно сюда пускай восстанавливаются это мы сносим городок сейчас проштурмуем у нас что-то поселение заболела странно к нам тут две армии идет римских сепаратистов люди высадился очень его саду взял вчера себе мудак он наемников собрал что ли да наемников собрал так а что у меня тут один бастион два корабля военачальник в принципе я думаю мы сдержим он тем более он каждый ход там потери несет я не думаю что это прям как-то какая-то угроза для нас то что подгадил по экономике до взяв нас в осаду и тогда немало так заплатили денюжек за колонизацию ну смотрите нас поселение ровно половину поселения портовых мы с вами захватили еще по еще столько же надо еще столько же так 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 а что мне вот сейчас так если я на него выдан он вероятнее всего отступит у нас сразу тела не по конечно избавиться от него либо сейчас подготовиться блин ладно макеева нам готовимся тогда ты в город ты в порт пускай дальше остают добьем их рано или поздно долазиются они недолго им осталось они просто отчет поняли что тут им ничего не светит прочитать по этому область блин здесь дохера понятно дохера их там но их голодают при этом а гуны воюют с ним нет воюют гуны вроде бы и врагов дофига да но никто их не может снести они все растут и растут 6 поселения зараза насобирали британия согласна со мной поторговать но пока не хочет к не хочет а если договора не нападение тоже не хотят но это временно это все временно так ну что давай штурмуем город так коней он уточняно игра у нас нету так вот это все у нас забежит здесь поехали там нас копеечки будут встречать ну ладно пускай стоят они все равно там должны будут перебросить свои силы как только мы тут начнем их давить реализуем сначала весь свой боевой запас там уже в ближний бой пойдем так тут у них застрельщики да есть ну блин для тяжелой пехоты честно потери какие-то просто я не понимаю потери просто и херили болин аккуратно могут затянуть ловушку аккуратно могут затянуть ловушку ой тихо прокинули застрельщиков благо достали вот сюда тебе давай продвигайся ты в обход узеньким строем что он там стоит да по-прежнему застрельщиков сейчас своих перебрасывает сюда наидолго ты будешь смотреть как твои отряды дух а вот скандинавские копеечки ерунда давай отряд сюда копий набивая их у них еще отряда пойдет здесь наверху остались сто процентов вы давать сюда в обход так 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 пошли 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 деваться некуда все минус застрельщики так и тех добиваем отступающих ну где ваш военачальник вон он стоит так что захватим башню это у нас ага понял топорники стоп подожди давай не спешим потому что нарежет знатно узнаем мы прекрасно все нападаем и вы бой ой отличный план даже ничего сделать не смог а а а а Ну вот и все У саксов остался стэк и флот Небольшой Флот Ерунда Стэк надо попробовать добить конечно Так-так-так Я вот думаю знаете что сделать Я сейчас город наверно пока Не буду разрушать Я выдвинусь к этому Красавцу А этот город У меня на следующий ход Вот эта вот армия добьет И все И все Чтоб просто побыстрее Разобраться с ним У меня сейчас на дезинформации стоит Так будет намного проще А этот куда топал Черт куда За ним я не погонюсь Ладно на этом все Если вам понравилось видео не забудьте подписаться Обязательно включайте колокольчики Не забудьте оставлять комментарии С вами был Брайан Всем удачи И до новых встреч друзья Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok